вчера ходили недалеко есть японский ресторанчик суши покушать там хозяева русская семья познакомились пообщались в общем у них здесь такая ситуация в таиланде оформляетесь ли бизнес на себя вы оформить не сможете можете только основную часть 51 процентов оформить на тайца ну и 49 процентов идет на вас при этом те тайцы которые у вас будут работать они да у вас должны будут работать тайцы на кухне на той же еще где-то неважно чем какой каким видом деятельности вы занимаетесь вы за не каждый месяц платите налог отдельно плюс вы им платите зарплату ну так пообщались в принципе хватает и им на все и такая ситуация то не здесь 10 лет уже живут россию ездили в прошлом году ну понятно что тоже следят отслеживать за новостями из то что творится у нас стране полном шоке с каждым годом сюда все больше и больше переезжает русских также открывают свои там прачечные в основном пищевые даже массажный салон любой у кого какие деньги там москвичи кто у кого денег побольше они вплоть до автосалонов открывает своих свои эти открывают еще форентовские прокатные какие-то там мото авто и тогда вела то есть много таких предпринимателей но также все конечно оформлять через тайцев это еще единственный вид русским здесь никогда не дадут гражданство единственная возможность русскому получить гражданство это если у тебя вот если один из родителей тайц муж или жена тайц то рожденный ребенок от такого брака но неважно какой национальность вообще допустим русского возьмем да то рожденный ребенок от такого брака в 21 лет в 21 год принимает важное решение здесь нет такого возможности допустим как в европе в америке два гражданства принять нет здесь только одно определялись либо русская либо тайская но если вы принимаете тайское гражданство вот ребенок ваш принял ну не ваш смысле если ну вдруг ну вдруг мало чего в общем если ребенок принимает решение что он будет тайцем в 21 год получив гражданство тайска он может собственность уже приобрести землю и жилье квартиру там коттедж и так далее а вообще здесь то что даже от продаются эти все квартиры бунгало и так далее это вы вроде как покупаете и да но собственности у вас никогда не будет вы берете это в аренду на 50 лет ну с другой стороны вроде 50 лет много да если ты приехал сюда уже половозрелым то на твой век хватит но через 50 лет ты можешь опять продлить конечно же квартиру покупать не надо но нужно будет просто переоформить документы продлить еще на 50 лет если ты тайц то все у тебя здесь собственности ты можешь приобретать и заметил еще очень много здесь где вот они работают у них своя кафешка там массажный салон чтобы там не было до прокат и так далее в этом же здании у них и гараж и кухня и спальня как правило на втором этаже на третьем этаже живут они и работают как говорится не отходя от кассы им это удобно да и вообще это удобно жаркий период времени вот грубо говоря там с 11 часов дня до 4 5 вечера собай собая все отдыхают дома балдеет где-то там прохладном месте тайцы знаю ездят на различные там местах скопления людей пришли были на спа там тайцы приходят спокойно проводят время в тенечке ходят греется но при этом на солнце они стараются не выходить интересно конечно страна здесь такое умиротворение и здесь очень ценят карму свою если хорошие поступки совершаешь карму улучшаешь если плохие поступки то соответственно карма твоя улучшается думая об этом даже вот если убрать как таковую веру в бога доходи там храмы и так далее вера то все но должна быть но если вот как второй критерий взять карма своя личная то думаю что это очень важно и чтобы свою карму не портить стараешься делать что-то хорошее полезное но при этом стараешься не делать плохих вещей так вот здесь интересная душа